В Америке вот-вот президентские выборы на неделе прошли первые дебаты. Кандидат от республиканцев, миллионер Эмит Ромни, против нынешнего президента, демократа Барака Обаму. Это тот самый случай, когда можно сказать, это видео смотрела вся Америка. Везде, дома, в кафе и даже на уличных экранах. Ромни в красном галстуке, Обама в синем. Ромни нападает, Обама парирует. Отказаться от дебатов действующий президент, как это легко делается у нас, в Америке, конечно, не может. По опросам зрителей, первый тур дебатов выиграл вроде как Ромни, хотя Обама считается прекрасным оратором. Впереди у кандидатов и американских зрителей еще три тура дебатов. Теледебаты. Это теперь такое ноу-хау российской оппозиции. Еще недавно те самые несогласные встречались разве что на Болотной, а потом смотрели про себя всякие гадости по телевизору в какой-нибудь очередной анатомии протеста. Сейчас несистемная оппозиция пытается структурироваться и скоординироваться. Затея такая провести публичные выборы в Координационный совет оппозиции, чтобы там уже решать, как и против чего дальше протестовать. Заодно пытаются заявить о себе и совершенно новые в политике люди, и звезды вроде Собчак или Навального. Из-за последнего, кстати, неожиданные проблемы возникли у одного из российских каналов. Вот фото ведущего на рекламных билбордах казакам показалось законспирированной рекламой не телеканала, а именно Навального. А ведь правда, как похоже. Операция «Координация». Сергей Митрофанов увидел новые лица несогласных. В СССР избрали люди, изберут люди. Может быть немного, но его избрали. И в этом смысле я считаю, что его легитимность, она абсолютно 100%. До Саранска доехать, наверное, нужно поезд дальнего следования вам, а это пригородные поезда. Его называют «основной кандидат». А в стане недоброжелателей говорят, мол, этот весь процесс для него и задумывался. Алексей Навальный с агиттуром на электропоезде с белорусского вокзала отправляется в первую в своей жизни предвыборную кампанию. Это такой эксперимент на самом деле в области электронной демократии в России. В России мы за много лет вообще отвыкли от каких-то честных выборов. Тем более честных выборов, которые организуют сами люди. Выборы в Координационный совет. Некий круглый стол, который будет курировать действия несистемной оппозиции. Здесь есть все. И свой информационный ролик, и свои скандалы. Это, конечно, будет непростая система. И даже очень сложная. Кто-то останется в меньшинстве. Конечно, будут скандалы, ругань. Все хотят всегда побеждать. На этой неделе начались дебаты. Их показывали не на федеральных каналах, да и не в прайм-тайм, а после полуночи. Но зрители все равно ожидали жесткой политической полемики. А тут такое. Кандидатам предложили написать эссе и прочитать стихи. Димьян, понимаете, после вашего письменного конкурса я благодарен вам, что вы не просите нас танцевать. Процедура дебатов напоминала какой-то спектакль, а не политическую борьбу, скажут одни. А ведь конкуренция серьезная, говорят другие. 215 кандидатов на 45 мест в координационный совет. Это будет прототип парламента, только оппозиционного. Но каким он будет? Кто в него войдет? Цепные псорежима обшелонали мой дом и изъяли все, что нажат они по сильным трудам. Понятно. Друзья, можно выключить все мобильные телефоны на пять минут. Ксения Собчак немного нервничает во время записи новой программы. Нет, не Дом-3, а Газдеп-3. Мешают предвыборные скандалы. Ее решение тоже баллотироваться. Некоторые осудили. Мол, гламур захватывает оппозицию. Но она уверяет, это не так. Моя задача на сегодняшний момент, это чтобы прошло максимальное количество кандидатов нашей гражданской платформы. Времени объясниться нет. И лишь только поздно вечером она рассказывает нам, почему создает гражданскую платформу. Кто эти люди, входящие в нее, и почему важно, чтобы не только политики были в так называемом оппозиционном парламенте. Политик – это человек, заинтересованный в собственном продвижении и в реализации своих политических амбиций. У этих людей нет политических амбиций. Это люди, которые хотят изменений в стране и готовы за эти изменения бороться, но не претендуют на власть. Выборы – избирательные блоки. Если у Ксении Собчак гражданская платформа, то вот у Навального великолепная семерка. Его проекты «Распил», «Рожьяма» и другие. Люди устали от воровства и лжи. Власть должна быть честной. Но есть и самые выдвиженцы. Вот художник из Новосибирска, известный своими нестандартными акциями протеста, Артем Лоскутов. Это важная структура, которую гражданское общество само создает в противовес власти, в противовес вертикали власти. И, как мне показалось, участвует в нем в выборах только, ну, очень во многом московская тусовка. Мне бы хотелось, чтобы это все-таки была общероссийская такая история. Или вот представитель националистических сил Николай Бондарик. Мы застали его в Москве на акции памяти защитников Белого дома октября 1993 года. Оказывается, он тоже готовится к выборам. Если там вот будет подавляющее большинство, вот эта либеральная тусовка, Немцов, Яшин, там, и Ксюша Собчак, да, вот вся вот эта тусовка, они просто сольют протест так же, как они слили, как бы с площадь сахара, они слили, слили. Дебаты проходят не только в телеэфире, но и просто в кафе. Собираются разные люди, разных политических идей, даже противники. Анархисты, антифашисты, либералы, националисты и даже защитники прав разных меньшист. Порой видеть друг друга не хочется, признается журналист и общественный деятель Ольга Романова. Но надо учиться. Терпеть. Это демократия терпеть. И тренироваться, наверное, к парламентской работе. Рано или поздно будет же парламент, где будут люди с крайне противными друг другу политическими позициями. Главное, чтобы была демократия. Но в этом есть опасность, говорит Ольга. Выборы открыты, а значит избежать появления неадекватных, так называемых, политических фриков не получится. Вот, например, движение «Светлая сила» заявила о себе. Здравствуйте. Да, здравствуйте. В маленькой комнатке офисного центра в Москве располагается их штаб. Вот этим широким баннером на всех протестах они прокладывают светлый путь в темном царстве к не менее светлому будущему. Нам надо просто отказаться от пирамиды иерархии, можно сказать, с точки зрения верующих, от дьявольской пирамиды и перейти к божественному управлению, перед Богом все равны. Новые лица оппозиции. И это тоже результат открытости выборов. Режиссер Владимир Берзоев всегда считал себя вне политики, но теперь, говорит, он понял, в этом была его ошибка. Вот такие люди, как я, они прохлопали момент, когда политика оказалась делом немногих. Это очень опасно для общества. Граждане страны должны контролировать своих политиков, говорит режиссер. И теперь он готов отстаивать эту позицию на любых дебатов. И оказаться в компании не всегда адекватных людей ему не страшно. Количество фриков, оно на любом мероприятии, там, 10-15 процентов, это неизбежно. Единственный выход избавиться от городских сумасшедших – голосовать. Чем больше явка избирателей, тем у них меньше шансов, говорит режиссер. И направляет нас вот в этот книжный магазин. Здесь, на втором этаже, располагается избирательная комиссия. Это здесь, подойдите, пожалуйста. Зарегистрироваться, да? Да, вы можете у нас зарегистрироваться. Стол, за ним приветливый мужчина, компьютер, интернет. Конечно, приходить сюда было не обязательно. Но раз уж пришли, зарегистрируют. Это займет буквально 2-3 минуты. Ага, ну давайте. Приступим? Да. Голосование, хоть и в интернете, но вполне реальных людей. Вот записывают мои паспортные данные, пара нехитрых манипуляций, и все. Я стал избирателем. Это может каждый. В четверг таких было 56 тысяч, к вечеру пятницы более 61. То есть за сутки 5 тысяч. Но не все оппозиционеры поддержали идею виртуальных выборов. Представители партии «Яблок» и «Парнас» считают, борьба должна быть реальной. Надо общаться с реальными людьми. Выявилась главная проблема, что оппозиция может сильно пошуметь там в Москве на улице, но у нее недостаточная популярность в народе, низкий рейтинг. Люди ее боятся, не видят в ней привлекательной альтернативы Путина. Сосредотачиваться сейчас на какой-то глупой активности, никому не нужном голосовании в интернете, уходя из реальной политики, это самая идиотская тактика, которую только можно себе представить. В ответ звучит, мол, люди устали от традиционных партий, нужен новый подход. И может быть выборы в Координационный совет это то, что нужно? Ответ будет понятен очень скоро, после 21 октября, когда выборы закончатся, оппозиционеры соберутся за круглым столом. И от того, смогут ли они договориться друг с другом, станет ясно. Прошедшие уличные акции протеста были зря или нет. Сергей Митрофанов, Илья Емельянов, программа «Неделя» РЕН-ТВ.